Караван 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 Без человека не может мир существовать Он как безрукая калека Ни то, ни сё, ни дать, ни взять И замесил создатель глину И по подобию своему Стараясь, вылепил детину И даже имя дал ему Вот так, счастливый и довольный Отправился скорее спать Но подсознательно, невольно стал результата дожидать Но всё же, что-то не хватало в его творении ещё Оно бессовестно скучало под ярким солнцем и дождём Совсем ничем не занимаясь Смотрела преданным в лицо И он, уже не сомневаясь Втащил творение на крыльце И вытащил Гребро из плоти Он делал дону и ослепил И радуясь своей работе Кладитесь, дети, разрешу В трудах неделя пролетела Был день седьмой Пора вздремнуть Усталая ломила тело Пора и отдохнуть чуть-чуть Он понял Всё уже свершилось Мир сотворён Теперь покой я подарю себе как милость И скроюсь с глаз людских долой Но перед тем, как удалиться Туда, где Божья благодать Оставлю заповедь Молиться И вечно Бога восхвалять И вот они по миру расселились И с удовольствием плодились И плодились И столько развелось уже народа Что зарыдала матушка природа И перестали люди улыбаться И заповеди божеских стесняться И поделилось общество на кланы Бредущие по миру, как бараны За вожеками С мыслями гигантов Мечтающих о подвигах атлантов И поселилась зависть Как заноза В мозгах людских Застывших от мороза А зависть породила корни злости И ненависть явилась к людям в гости И потекли моря И реки, крови И у людей полезли кверху брови Все стали удивляться В чем же дело И перешептываться по углам не смело Решая наболевшие вопросы Дымя нещадно с дымом папиросы Всем стало тесно Появились страны Богатства в окружении охраны И вот уже на чистые страницы Ложатся между странами Границы И понеслось Захваты, бой, невойны И все друг другом стали недовольны Уничтожают все себе подобных В коллизиях военных Хоть и пробных Так шаг за шагом Позабыв о Боге О справедливых заповедях строгих Которые он дал нам назиданье Прижилась смерть и ремесло беспокаяния Оно росло И превращалось в норму И исчезали страны словно в прорву Крошился мир, как крошится печенье Уж под угрозой Божьей творенья Еще немного Из земли навеки исчезнет жизнь И сгинут человеки И вот тогда-то вспомнили о Боге Решив свернуть с проторенной дороги Но заповедь, данная в скрижалях Немногих от соблазнов удержали Конечно, так и бросят люди богатство Тогда не будет ни победителей Ни бедных, ни богатых И засмеялся из глубин земных рогатый Все будут счастливы на этом свете Покуда солнце светит на планете Ну нет, такому не бывать вовеки Пока не побегут обратно реки И снова на планете свистопляска Быть может, начинается развязка Пора бы строить новые корчеги Перенося туда свои ночлеги Ну что Этот отрывок, который вы показали Виктор Он где-то же в прошлом году Как всегда что-то завоевал, да? Нет Это новое, да? Это, ну скажем так Второй всего показ Это премьера Это мы презентовали на творческом вечере Нашего, к сожалению, недавно ушедшего поэта Гроссмана И нам предложили выбрать какое-нибудь его произведение Но вот нам так попало к сердцу сотворение мира И вот сегодня это только второй раз Но Николаевцы сегодня увидят его благодаря вам А дальше, конечно, он пойдет на конкурсы, фестивали и так далее Ну а все-таки начало этого года Все-таки похвалитесь Как вы жили? Давайте об этом поговорить Как вас, ваш театр «Счетца» жил в прошлом году И что самое интересное? Что запомнилось? Что вы завоевали? В общем, давайте поговорим о вашей жизни Ну много у нас началось У нас Новый год начался, наверное, бурно Как вот начался он на Рождество Так он у нас до сих пор еще и не закончился Мы до сих пор в постоянном мероприятии Даже, к сожалению, приходится иногда отказываться Потому что много людей, желающих Вот сегодня мы должны были быть на выставке Прекрасной художницы, с которой мы дружим Ириной Чайкой И вот не получается Также мы начинали на Рождество У нас есть такая традиция В Николаеве мы завели Это святочный троллейбус По городу Николаеву ездил троллейбус И мы там, скажем так Поздравляли Николаевцев и гостей города С Рождеством, калятками, щедривками Совсем недавно буквально По предложению управления семьи и молодежи Города Николаева Олега Соконика Мы принимали участие Как бы тоже вот В транспортном таком действии Трамвай влюбленных В городе Николаеве ходил Для себя, наконец, знаете, как нужно свои семейные праздники делать Мы решили И вот, надеюсь, даст Бог, это будет традиция Мы сделали Маслениц Такой семейно-духовный праздник Были гости, конечно Но были самые близкие гости, которых мы приглашали И, ну вот, я сейчас даже, наверное, растеряюсь Недавно буквально прошел конкурс Поэтичная пристань Младшие дети там взяли первые места Сейчас упорно мы готовимся к шевченковским чтениям Потому что в прошлом году Люда Седнева На этом конкурсе взяла гран-при Кульбакинским дворце культуры В этом году мы должны как бы передавать Знаете, как королевы красоты передают корону Мы должны передавать пальму первенства Надеемся следующим хорошим чтецам Ну вот интересно Ваш коллектив называется Театр чтеца Слово Я, да, я понимаю так Вот вообще где-то Когда один чтец, да Это получается что? Это вот не театр Это каждый человек, который читает Он отвечает Как актер, как исполнитель сам за себя У вас надо, чтобы уже раз получилось в театре Это, во-первых, драматургия, правда же? Конечно Во-вторых, надо, чтобы каждый индивидуально хорошо исполнял Актерствовал, да? Конечно И все вместе Вот тогда называется театр Когда у вас это произошло? И почему вы решили, что именно так надо делать? Ну, вот вы правильно сказали Что когда один, но это скорее всего будет коллектив художественного чтения Да? Когда по одному человеку Когда ты объединяешь какое-то действие Которое есть завязка, кульминация, развязка Это уже действие, это уже театр Да, это театр, построенный на поэзии У нас очень много композиций, которые Совершенно разные поэты Но мы их объединяем И получается одна тема У нас такая была композиция довольно популярная Мы матерь называемую святую Потом Изнов весна Изнов луна Кобзар И Шевченко У моему сердце Тут были не только стихи Шевченко И другие поэты Мы объединяли их в общее связующее И вот из поэзии получалась драматургия И от этой драматургии так и получилось театр Театр это действие Ну вот я надеюсь вы даже сейчас увидели Что вот поэзия Это поэма Но поэма в действии Вот скажем так Вот такая у нас Я смотрю Что вы Ребята Вы так А когда вы успеваете учиться Если честно говоря Да Вот я Сколько раз уже Они выступают Этот коллектив у нас на телевидении Я приглашаю их Но они Могут прийти только сюда После Учебного дня После урока в школе Я попросил Чтобы они приносили Уже сколько раз Просил Чтобы они все Приносили свои кубки И грамоты там И другие реалии Они все не могут Это все время Импонизация Потому что вы ребята Что? Потому что вы Все время Ну а когда? Занятость большая А когда? И как вы учитесь? Нормально? Да Конечно Ну вот сейчас После того как мы здесь Сейчас где-то четвертый час По обеду Вы сейчас домой чего? Пока доберетесь уже Из школы сюда Да? Пока доберетесь Потом что? Поели за уроки Да? Да И успеваете? Я вам скажу даже больше Знаете я горжусь Они у меня практически все Уровень отлично Ну или очень-очень хорошо Почти отлично У вас какие-то Есть по этому поводу установки? Вот беру только отличников? Нет Я сам далеко не блистал Знаниями в школе Слава Богу Что можно сейчас Честно сказать Я себе четко был определен Что мне нужно театральное Я знал что нужно для театрального Поэтому я сразу отсеял Ненужное в школе Занимался там Литературой Историей и так далее Тут немножко другой Я же не говорю Не говорю Вы должны все стать артистами Тут немножко другое Они сегодня Это их развивает Кем они станут? Главное чтобы они были людьми Для меня Ну давайте Представьте каждого из них Виктор Ковалев Виктор Где ты хочешь стать? Говори Ну я еще не определился Но Пойду наверное На экономический На экономический А то что Это все-таки так Более техническая Специальность А то что ты Ее занимаешься Как ты думаешь? Ну это простой вопрос конечно Ты думаешь Это пригодится Или ты получаешь Просто удовольствие От того что ты сюда ходишь Или тебе интересно Вот с этими ребятами Которые здесь Ну конечно Интересно Но больше все-таки Получаю удовольствие Удовольствие от того Что ты делаешь Да? Ты любишь стихи? Да Ты просто дома Иногда читаешь Прозу Стихи Следишь за книгами Ну да конечно Все нормально? Да? Пожалуйста Вот Лина Салмар Тут династия Тут династия Какая расскажите Ну у нее бабушка К сожалению Недавно шла из жизни Была прекрасный музыкант Руководитель Дома культуры Сама бабушка еще выступала Знаете Это как бы Это же гены Это гены Они же еще и поют Девочки прекрасные Да? Вот что сейчас Провоцировать Чтобы кто-то запел Вот скажите честно Я просто тут один голос Дайте мне этот один голос У кого один голос? Нет Я имею в виду все одного голоса Первый, второй, третий А Поэтому нельзя Думать что только один Двухолосий Поющий человек Но давайте Я хочу взять у вас Обещание Что Вы сотрудничаете Еще с одним С театром песней И вот пожалуйста Если можно Давайте вместе Соберемся Обязательно И сделаем очередную передачу Мы всегда А театр песни Который как называется? Спевочий паровай с Лачко А Дэдинс находится Воскресенский дворец культуры Это воскресенская филия Калиновской музыкальной школы И вот я Вместе с вами Был в Киеве С оператором Да? И они Я даже не знал Мы ехали в другом походе А вы в следующем рядышком Я не знал Но они так как запели Эти ребята там И я думаю Ого Ничего себе Об этом нужно обязательно рассказать Скажи пожалуйста Ну что бы Ну трудно мне сказать Чем ты будешь заниматься Все таки Ты гуманитария Видно и пойдешь По этой линии Да? Или нет? Ну я Хочу в медицину пойти Опа! Я опять ошибся Что-то мы сегодня ошибаемся В медицину Да? Да Откуда это желание? Не знаю Мне мама хотела И я как-то тоже Да? Да есть Ну где ты Вот что? Какой толчок у тебя был Что ты сказала? Все Я решила Пойду в медицинский Ну не знаю Ну я как-то Люблю Смотреть как Не знаю даже сказать Оперируют? Ну кстати вот Я к крови отношусь нормально Я бы могла бы пойти даже Не боишься Я бы хотела На такую более важную работу Спасать жизни людей Вот так вот Да? Да Ну это все-таки Нужно пройти Этот путь Это он так и нелегкий Пожалуйста Следующее дело Анастасия Уклеина Настя Уклеина Скажи пожалуйста Чего ты такая симпатичная? Так получилось А ты читаешь стихи или нет? Вот так отдельно? Вы можешь прямо сейчас Вот какой-то короткий Не, но сейчас так не могу Не можешь, да? Но вообще Да? Но вообще Ну говори Что вообще? Ну увлекаюсь так Просто читаю для себя Когда А если ты не в театре И не в школе Чем ты еще увлекаешься? Есть у тебя Какие-нибудь Да нет вроде Нет все такое Только это и больше ничего Она другое Больше времени нет Да? Да А девушка Юлия Трубина Ну это у меня вот Такого с шести лет Это самое древнее Юлия Давай сначала Ты прочитаешь нам что-нибудь Потому что ты точно Что-то все читаешь Понимаешь? А потом мы еще дальше поговорим Я просто хочу так Сразу реплику Римарночку Юлия еще и сама пишет стихи Это потому что Человек много-много-много-много Читает поэзии В итоге Я как правило говорю Что так и случается Человек начинает Сам писать Юля Ну давай Не страшно свою Хорошие стихи Сейчас надо как-то Настроиться вспомнить Какой прочитать Ну прочит На-на О господи И ничего страшного И ничего страшного Это потому что Свои Ах это все На свое время не хватает Учить Да А ты веруешь А ты веруешь Ну Да И философ Мало читаемое вообще произведение Ты можешь сейчас это все Без музыки Без музыки Он прятал Что слаб Но крик Надо определять жизнь. Но актерская способность явно есть. И ты вот сейчас все это не прочитал, а ненавязчиво рассказал нам, всем и зрителям тоже. То есть стечения не было. То, что всегда Виктор Николаевич от вас, мне кажется, добивается. Он добивается, чтобы вы стихи читали может быть как прозу. И тогда это все становится убедительной. Я прав или нет? Стихи должны рассказаться душой, то есть прозой. Она же жизнь не поэзия, она жизнь проза. А рассказываем мы в стихах о жизни, значит нужно поэзию рассказывать прозой. Это моя такая точка зрения. Я противник ритмов. Потому что поэт выдерживает ритм, потому что так положено. А мысль у поэта может нарушать ритм. Как правило, нарушают. Она просто выстроена. И для того, чтобы донести, не надо смотреть на запятые, не надо смотреть на точки. Это орфографические знаки. Надо ловить мысль и ловить логику. И самое главное, что я хочу вам сказать. Вот тогда оно стреляет. Мне бы так хотелось, Виктор, чтобы вы тоже что-то прочитали. Да. Ой. У меня, знаете, я вам скажу, я все их стихи и все по кусочкам. Ну и хорошо. Нет, я имею в виду, что я их знаю. А вот так вот сейчас сказать... Ну, ну ничего. Я очень люблю Цветаева. Так. Ну вот это у меня, наверное, вообще поэт из Серебряного века для меня самый любимый поэт. И, ну, наверное, одной из любимых у меня Цветаевой, ну кусочки. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры от ракет, разбросанным пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанется очеред. Или, самое любимое, красную кистью рябина зажглась. Падали весть, и я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Анн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть красной рябины горькую кисть. — Спасибо. Очень, очень убедительно. Слава Богу. Я вас, так сказать, я так же мыслю, как и вы, в этом смысле. Мне сейчас хочется, вы уже 10 лет, как работаете, это театр, да? Вот эта девочка, она, вы сказали... — Ветеран сцены. — От вас когда уходят по возрасту? — От меня уходят, ну, заканчивают школу, хотя некоторые вот и после школы, и сейчас вот занимаются, продолжают, приходят, уже будучи студентами. То есть я, у меня, я всегда говорю, у меня двери вертушка, входишь, выходишь, я никого не держу, никого не затаскиваю, но и никого не выгоняю. Я могу идти до пенсии, у меня сейчас корректив, когда их бабушки занимаются со мной. То есть я режиссер, еще у их бабушек и мам. — Вот так вот, они приходят к вам. — Да, и вот скоро уже премьера у нас социальной драмы. — А ну, давайте, скажите адрес, вдруг кто-то захочет еще. — Ну, премьера будет в городе Николаеве. Это однозначно. Следите за эфиром, и я так предлагаю следить за телерадиокомпании Николаев, потому что первым мы сообщим вам об этом. — Следите за прессой. Но я так думаю, что это будет в конце марта. Наша мечта это сделать, конечно, к Международному дню театра к 27 марта. Но много технических моментов, потому что декорации и так далее, зависимость. Если у нас все получится, но я думаю, до Благовещения, до 7 апреля, премьера уже выйдет. Ну что ж, давайте пожелаем всем вам, чтобы у вас это получилось на очень высоком творческом уровне. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok